Именно здесь, в Щелкове, в скором будущем будут собирать и испытывать космические аппараты. Продолжается строительство предприятия, подобного которому нет в нашей стране. Возводится оно рядом с телекоммуникационным центром компании «Газпромкосмические системы» на улице Московской. Строители выполнили монтаж каркаса здания и граждающих элементов на этапе завершения устройства кровли. Общая площадь здания – порядка 8 тысяч квадратных метров, из которых более 6 тысяч приходится на производственную часть, где на основе передовых технологий и будут выпускаться спутники. Стоит отметить, само предприятие уникально в том, что сборка и испытания космических аппаратов будет проходить под одной крышей, а следовательно, и само конструктивное решение здания технически сложное. Например, под каждый технологический элемент оборудования предусмотрено устройство отдельного фундамента. Фундамент по своей сути железобетонный, но его конструкция нетиповая. То есть со своими техническими сложностями. Общий объем на все фундаменты под технологическое оборудование составляет порядка 2100 метров кубических железобетона. На данный момент выполнены фундаменты под термовакуумную камеру. Ведутся работы по заливке фундамента реперверсионной акустической камеры. Такое предприятие предусматривает потребление большого количества энергии. Сегодня на объекте уже установлена электроподстанция мощностью 8 мегаватт для полного цикла энергообеспечения. Кроме того, чтобы обеспечить завод бесперебойной подачи энергии в случае отключения электричества в сети, предусмотрена дизельная электроподстанция. В данный момент ведется устройство локальных очистных сооружений, систем водоотведения дренажных и дождевых вод. Монтируется кабель-каналы для прокладки коммуникаций. Строится котельная, уже выполнены работы по устройству каркаса здания. В целом инженерные системы планируется подготовить к началу отопительного сезона. Все строительно-монтажные работы ведутся на объекте параллельно друг к другу, выполняются в срок. Постепенно строитель возводит здание уникального назначения, и можно видеть, как оно обретает свои очертания. Уже в скором будущем предприятие космического масштаба начнет свою работу, и Щелково станет еще ближе к звездам. Анна Балиет, Александр Оржевский, Андрей Белкин, Щелковское телевидение.